Сегодня только ленивый не говорит о американском антисемитизме, что там творится в университетах и так далее. Вот я хотел бы об этом все поговорить. Но это было уже 15-20 лет назад, когда я там еще ездил по университетам. Уже тогда? Конечно. Ну, я знаю, что закладывали базу, вкладывались туда деньги. Знаете, такие арабские, серьезные деньги вкладывались на то, чтобы раскрутить. Меня вообще поражает, что сценарий писался на долгие годы. Вот понимаете? Ну, они понимали, что это делают. Потихонечку вкладывали в университеты деньги, раскручивали, раскручивали вот эту ненависть. Да. Ну, вот сейчас это проявилось очень явно. Вот известно, что в Конгрессе была встреча с руководителями трех самых крутых, одних из самых крутых университетов. Это Гарвардского, Пенсильванского и Массачусетского технологического института. Выступали на слушаниях, и вот там им задавался все время один и тот же вопрос в конце. Это гуляет, это видео по миру, по интернету. Им задавался вопрос, то есть нарушают ли призывы к геноциду евреев кодекс поведения вашего университета? Вот именно этот вопрос. Нарушают ли призывы к геноциду евреев кодекс поведения вашего университета? Да или нет, спрашиваю. И они не говорили ничего. Не говорили ни да, ни нет, не говорили. Вот как-то все время выходили. То есть геноциду евреев, ну, почему не ответить? Конечно, нарушает. Это уже в прошлом. Не, ну, извините меня. Они выступают в Конгрессе, знают настроение Конгресса. Они знают, что их спонсоры, очень много там спонсоров еврейских компаний и так далее, и так далее, больших. И вдруг, как сверху, их лишают голоса. То есть они не отвечают. Вот это меня поразило, знаете. То, что антисемитист там, то, что... Это мы уже знаем с вами. Но вот то, что руководители, политики... Они же политики настоящие, если они руководят такими университетами. Не ответили, что нарушают, это меня поражает. Вас не поражает? Ну, это должно быть, ты понимаешь. Я же с Америкой знаком уже давно. Им уже все внутренне мешает сказать, что... Что мы хотим защищать евреев и так далее, мешает что-то им сказать. Они боятся, вы думаете, или это у них уже все, в них живет уже, вот этот антисемитист? Я думаю, что не только боятся, хотя боятся тоже нет за что. Да. Физически даже. Что если они вдруг будут за евреев, то физически... Да, их достанут. Достанут. Или их, или родственников, тут вообще действительно. Ну, все равно, тут ничего не сделаешь. Это, естественно, развитие мира. То есть, в них, вы считаете, это живет уже, да? И ничего уже, ничего это не изменит? Вот этот у меня осторожный такой... Это изменит только, если евреи изменятся. Так сказано в Торе, так сказано везде, и так говорят же и антисемиты. Это все идет свыше. Ну, они хотят, чтобы мы исчезли. Исчезай в духовном смысле, в своем отношении к миру, к себе, к другим. Поднимайся до уровня отдачи, участия, любви, и ты увидишь, как мир изменится. Это у вас сейчас призыв к евреям? Да. Именно к евреям. Спасибо.